Всем привет! С вами Денис Кожер. Продолжаем создавать различные ткани и сейчас поговорим про шелк. Если вы хотите больше интересных видео, то подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Заходим в 3D Max. После того, как проанализировали, как выглядит непосредственно шелковая ткань, и попробуем создать что-то похожее на это. Открываем редактор материалов. Corona MTL. Сразу же назначим его на ткань. Дальше я запущу превьюшку у материала, чтобы было более наглядно видно, что происходит. Это можно сделать правой клавишей мыши и Open Preview Window. Далее можно сделать это окошко побольше. Как и раньше, будем использовать карту Falloff. Подключаем ее в Diffuse Color. И сейчас будем рассматривать Falloff Type Towards Away. И также поменяем цвета местами. Наша задача получить следующий рисунок. Поэтому поднимем вот эту точку сюда. Приблизительно на такой уровень. Дальше добавим точку здесь. Опустим ее вниз. Чтобы создать вот этот вот переход. Который мы можем наблюдать здесь. Так. Дальше добавляем еще одну точку сюда. И сюда. Для создания более плавного перехода от этих границ. Чтобы не было вот такой резкой линии. И так же уже с помощью инструмента перемещения передвигаем их повыше. Приблизительно сюда. Эту также передвинем приблизительно здесь. Дальше меняем тип на Bezier Smooth. Она становится более гладкой. Здесь так же Bezier Smooth. И поднимаем ее вверх. Как-то так. Хорошо. А теперь вот эту точку меняем на более плавную. Bezier Corner. И делаем вот такой вот плавный переход отсюда сюда. Видим, что теперь из центра более спокойный, плавный переход. Хорошо. Можем уже пробовать, что получается. Для этого я запущу интерактивный рендер. И вот как вы видите у нас уже получилась вот такая ткань. Можно изменить цвета. К примеру если я хочу сделать такой же золотистый, как там то я здесь сделаю темно-оранжевый. Могу скопировать его сюда. И сделаю его более светлым. и может быть более желтым. Как-то так. Тут уже смотрите на свой вкус и цвет. Что вам ближе и какой ткань вы хотите создать. Меня устраивает такой результат. и далее предлагаю добавить отражение поскольку в реальном мире у всех материалов есть отражение. Но здесь мы его сделаем очень маленьким. Может быть 0.1 чтобы оно просто слегка присутствовало. И теперь у нас появились небольшие отражения. С этой стороны холодные, поскольку у меня там холодный источник света. и здесь более теплые. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно задавайте их. Также вы можете предлагать свои идеи для видеоуроков. Это можно сделать, перейдя в группу ВКонтакте. Ссылка есть в описании под видео. Ставьте лайки и до встречи в следующих видео. Спасибо за внимание. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok